День добрый. Очередная информация к размышлению будет. Видео посвящено тому, с какой точностью мы работаем при настройке разных интервалов. Под точностью я понимаю ошибку в центах на конкретной струне, когда мы, например, настраиваем кварту по соседней кварте, либо квинту по соседней квинте, терцию по соседней терце. Такими делами мы занимаемся при построении темперации, а кто не настраивает по сопоставлениям интервалов, тот никогда, собственно, и не выйдет на максимальный результат по темперации. Не выйдет, потому что темпы биения в разных мензурах свои, это влияние негармоничности, и заранее оценить эти темпы непонятно как, это невозможно сделать, ни по стрелке, ни по какой-то памяти. Ну и на каждом инструменте мы на эти темпы должны в определенной последовательности выходить. И чтобы выходить на оптимальные темпы для данной мензуры, нужно именно действовать на сопоставление интервалов. Так вот, существует, например, такое расхожее мнение, что терции почему-то точнее в этом плане, чем кварты с квинтами работают. Вот, это, в общем-то, неправда. Я этим и хочу в видео заняться, показать. Тут дело в том, что вообще на точность установки интервала влияет порядок частичного тона, который участвует в интервале. Давайте конкретно, вот, сегодня будем настраивать ноту Ре, три струны свободные, остальное я заткнул. Вот, скажем, если мы будем выводить Ре в этой кварте, то совпадающей парой в данном случае будет четвертый частичный тон ноты Ля, третий частичный тон ноты Ре. Если квинтой будем настраивать звук Ре, то, соответственно, третий частичный тон нижней струны, второй частичный тон верхней струны. Ну, можно эту же Ре настраивать, например, большой терцией, тогда это будет пятый частичный тон нижней и четвертый частичный тон верхней струны. Ну, и вот что пишет Курочкин-Бурдина в своей известной книжке, например, поскольку терция в сравнении с квартой-квинтой обладает наиболее высоким порядком частичного тона в струне, то есть четвертый в терции будет, а в квинте и в кварте ниже, соответственно, второй и третий, то отклонения в настройке ноты Ре, они будут давать больше изменения по числу биений за секунду в терции, чем по тому же числу биений в кварте и в квинте. С этим нельзя не согласиться, это действительно так. Но, скажем, вот что значит погрешность в один цент установки ноты Ре, допустим, в кварте? Ну, мы знаем, что частота биений в кварте составляет примерно одно биение в секунду, и кварта при этом расширена на два цента. Значит, если мы ошиблись в настройке кварты на один цент, устанавливая струну Ре, значит, мы будем иметь отклонение от этой табличной частоты на уровне полбиения в секунду. Так вот, если мы такую же ошибку в один цент совершаем в терции, то число биений в секунду чуть больше отклонится, не полбиения в секунду, а где-то 0,6 с копейками, потому что не третий частичный тон участвует, а четвертый частичный тон этой струны. Ну, заметьте, что это не такая уж и большая разница. Но что важно, то что, когда мы работаем в кварте, то отклонение полбиения в секунду относительно одного биения в секунду это слышит, ну, вообще любой даже почти нетренированный настройщик. Тренированное ухо может позволять ему выставлять Ре, точнее, там, полуцента. Запросто это делается. А если мы сделаем ошибку в один цент в терции, то это изменит частоту биений в терции примерно, там, на 0,6 биений в секунду. Но 0,6 биений относительно, там, 8-9 биений в секунду поймать очень сложно, отследить. Поэтому я считаю, что преимущество терции, оно, на самом деле, мнимое. Чисто на бумаге существует. А в реалии сравнивать терции, выравнивать их там, особенно там обеспечивать какое-то плавное ускорение, когда мы идем постепенно вот от терции к терции, это задача не такая и простая. Вот. Ну, теперь посмотрим на практике, как можно вывести, вот, три попытки у меня будет, как можно вывести три струны одинаковых, ориентируясь вначале по квартам, потом по квинтам покажу, и закончим, наверное, терциями. Если там у терции какое-то преимущество. Вот я сейчас тут уже что-то делал. По-моему, я повысил это ре. Может быть и нет. Заткнем. Пока что среднюю правую я затыкаю. Ну, вот, значит, звук сейчас занижен ре. У нас слишком чисто звучит кварта. Попробуем сделать ее по эталону. Вот у меня эталон есть. Вот он, не сбитый. Значит, я сейчас на струнах никаких замков не ставлю, чтобы побыстрее это все сделать. Сейчас заглушил левую, среднюю, слушаем правую. Тоже выводим ее по одному и тому же эталону. В конце смотрим унисон. Тоже выводим ее по одному и тому же эталону. Вот, и осталось среднюю сейчас настроить. Вот, и осталось среднюю сейчас настроить. Теперь еще раз проверю. Струны могут сбиваться. Я их по очереди опять прослушаю в сравнении с эталоном. Левую слушаю. Она медленно, кстати. Давайте еще раз ее попробуем немножко разогнать. Как-нибудь так. Еще раз слушаем. Среднюю. И правую. Ну, нормально. Слушаем унисон. Так, теперь все я сейчас собью снова. Будем делать то же самое в квинте. Чтобы мне было проще, я на повышение их. Теперь смотрим на квинте. Снова беру опорную квинту вот. На тон ниже. Снова беру. КАНАМИС-ЛОН- ПОВЕРОВ 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 ПЕРЕТИ. Снова беру. КАНАМИС-ЛОН- Так, правую делаем. Среднюю делаем. Среднюю делаем. Снова по три проверю. В смысле, по одной все три. Унисон слушаем. Вот, и теперь терцию сделаем. Опять я сбиваю. Как-то так. И пробуем по терции настроить. Слева начнем. Вот эталон возьмем. Вот так. Вот так. Вот так. Так. Правую теперь. Так. 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 Зренью. 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 более-менее здесь унисон явно хуже я вам смонтирую предыдущие два унисоны и этот так что вот не сильно терция помогает с настройкой нот и давайте еще ту же самую ноту попробуем терции верхней сделать вот этой торце здесь ситуация лучше потому что как будто бы лучше потому что на ноте ре уже пятый частичный тон участвует где-то там высоко поэтому ошибка скажем опять же в один цент на ноте ре но больше скажется по изменению в числа биения за секунду но опять же больше то она больше но и темп биение в самой терции он там ближе то 13 12 13 биени будет если мы вот по этой будем сейчас выставлять поэтому шил на мыло чувствительность к отклонениям увеличивается но и сам темп учащается поэтому выравнивать эти торцы сложно но тем не менее попробуем это сделать так сейчас испортим рэ достаточно так попробуем выйти с помощью этой темпов которые будут на реальные на финальной стадии темперации так конечно можно терцию как вспомогательный какой-то интервал замедлить так чтобы точнее выровнять но уже на чистовом проходит там так не получается работать приходится когда мы проверяем цепочки интервалов уже работать с теми биениями которые там в равномерном оперированном строе есть а торцы быстрая вот с такой рябью приходится работать когда проверяешь вот эти верхние октавы так оставим и среднюю Колок встал и не дает ниже опустить. Проверяем. Проверяем. Средняя. Вот так вот слушаем. Проверяем. 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 Так что здесь можно говорить, что я там что-то не слышу, плохо слышу. Но так вот сами для себя попробуйте, это интересно будет вам самим, насколько точно вы работаете в квартах, квинтах, терциях. Тут ведь дело какое. Почему вообще темперация не сходится с первого прохода? Причины тут две. Во-первых, мы заранее не знаем, какие темпы нам нужны на разных мизурах, а не свои. То есть мы ошибаемся в изначальной оценке темпа биетни, скажем, в самой нижней кварте. Также не знаем, к какому точно темпу они должны прийти наверх. У нас есть только табличные данные, но в реале все посложнее. Вот. И второе, почему не сходится темперация сразу, это потому что мы делаем случайные ошибки. То есть каждый интервал в цепочке куда-то пляшет у нас влево-вправо. Вот. И на видео многих смотрю, случайные ошибки очень большие делаются в квартах, квинтах. То есть невнимательно люди с ними работают. Поэтому с такими большими случайными ошибками невозможно выйти на лучший результат для данной мензуры. Вот. А чтобы нащупывать, именно выходить на оптимальный темповый интервал, и чтобы все плавно прогрессировало снизу вверх, нужно минимизировать свою эту случайную ошибочку. Вот. Довести ее хотя бы до такой, как я показываю. То есть сами по себе струны, интервалы никуда не встанут. Нужно именно тонко работать сколком и работать именно до того результата, который вы сами слышите. Если вы слышите, что у вас в сопоставлении интервалы отклоняются выше нормы, то лениться тут не нужно. Нужно добиваться этого результата по ровности. Тогда эта ровность и получится в итоге. А так сама по себе она ниоткуда не возьмется. И еще такое замечание. Вот, казалось бы, я показал, что и в терциях, и в квартах-квинтах, в принципе, довольно точно можно работать. Но я против того, чтобы настраивать терции, сексты и другие часто бьющие интервалы. Такого же мнения мастер Виктор Леонидович Толстых, у которого я учился, продолжаю учиться. Тут дело в чем может быть? В том, что негармоничность инструмента гораздо сильнее влияет на темпы биений именно в терциях и секстах. Потому что там номера частичных тонов высокие. Там 5-4 либо 5-3. И кварты-квинты, если совсем чуть-чуть отклоняются от одного биения в секунду, скажем, в ответной кварте, то терции могут гораздо сильнее отклоняться. Здесь может быть от 8 до 9 биений в зависимости от мензура. Здесь я встречал вместо 7 теоретических очень близко к 6, например, бывает. То есть это такие гораздо более существенные отклонения. И если мы разбиваем октаву, например, терциями, есть такой способ, то можно изначально ошибиться в темпе нижней терции. Потому что мы просто не знаем, какой он должен быть на мензуре. И все пойдет потом на берекосяк, уже не сойдет с темперацией никогда. Я все-таки действую ровными цепочками квинт и кварт. Выйти на эти правильные терции в том числе можно точнее. Вот от квинт и кварт прийти к правильным терциям это я знаю как, а вот прийти от ровных терций к ровным квинтам и квартам не знаю как. По-моему, это невозможно. Есть такие способы, ускоренные, когда терциями шпарит. Но это лишь очень приблизительный результат. Он далек вообще от того, что можно назвать равномерной темперацией, но и далек от того максимума, на который можно вывести инструмент, учитывая его конкретные особенности мензуры. Благодарю за внимание на этом. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание! Благодарю за внимание!